Я надеюсь, все меня слышат. 4 часа, и мы по расписанию с вами переходим сегодня к очередной нашей теме, к очередному нашему эпизоду еврейской истории. Сегодня мы с вами поговорим про события, которые происходят с еврейским народом после восстания Бар-Кохбы, то есть после 135 года Новой Эры. И сегодня на самом деле я меньше хочу поговорить про физическую, про материальную историю и больше про дух и про творение духа, потому что мы с вами до сего момента в основном говорили про историю в ее классическом понимании, про битвы, про царей, про властителей. Сегодня я хочу поговорить про то, что творит еврейский народ после подавления восстания, потому что эпоха, которую мы с вами сегодня обсудим, она наиважнейшая для дальнейшей жизни еврейского народа. Это эпоха, в которой иудаизм претерпевает очень серьезную трансформацию, и эта эпоха подготавливает народ к жизни без собственной страны, без собственной власти, без храма. В общем, идет подготовка к Галуту, к изгнанию. Мы с вами говорим про начало Талмудического периода, про эпоху Таннаев, о которых мы с вами упоминали уже на прошлом занятии. Давайте начнем. Секунда. Как всегда, открываем презентацию. Окей. Мы с вами говорим про годы, я извиняюсь, тут у меня ошибка, 132-135 годы, это эпоха восстания Баркохбы. Мы с вами говорим про события, которые происходят, начиная со 135 года Новой Эры до примерно 220 года Новой Эры. То есть мы с вами сегодня охватим примерно 90 лет, и эта эпоха называется эпохой Таннаев. Собственно, это завершение эпохи Таннаев. Мы поговорим про личность, которая стоит особняком в этой эпохе Раби Иуда Наси. И мы поговорим сегодня про главное творение еврейского народа. И, соответственно, вот этого человека, Раби Иуда Наси, книгу, которая называется Мишна. Очень важная книга, и очень важно знать про нее, потому что из нее потом вытекает вся дальнейшая еврейская традиция. Кто такие Таннаи? Я только напоминаю, мы уже их упоминали, но на всякий случай. Таннаи – это все мудрецы еврейского народа, начиная, наверное, с возвращения из Вавилонского плена и заканчивая жизнью и смертью Раби Иуда Наси, примерно 220 год Новой Эры. Таннаи – это мудрецы, которые живут до составления Раби Иуда Наси, книги Мишна, о которой мы с вами поговорим позже. Давайте напомним друг другу цитата из Википедии. Таннаи, еврейское Танаим, единственное число Танна от арамейского учить. В иудаизме законы учителей эпохи Мишны, то есть это первый и второй век, это конец эпохи Танаев, мнения которых приводятся в Мишне. Учителя устного закона. В Гмаре, Гмара – это следующая книга, которую пишет еврейский народ, термин Танай употребляется, чтобы отличить авторитеты Мишны от позднейших ученых. Мы с вами говорим про плеяду еврейских мудрецов, которые начинаются примерно с Шамая и Илеля, это первый век до Новой Эры, и эту эпоху заканчивает Раби Иуда Наси, который умер в 220 году. Как вы видите, в Талмуде упомянуто 276 Танаев, и ученые делят этот период на шесть поколений, на шесть периодов в соответствии с основными персонажами этого периода. Вы видите внизу такую хронологическую линию, и Танай – это то, что мы с вами уже сказали, это первый и второй века Новой Эры. О чем мы с вами говорим? Мы с вами говорим, если мы говорим о начале эпохи Танаев, о переходе еврейского народа от эпохи пророков к эпохе мудрецов. Это происходит примерно в V веке до Новой Эры. В V веке до Новой Эры жили последние три пророка – Танаха, Хагай, Захария и Малахи. После написания ими своих книг больше книги последующих поколений не включались еврейским народом в Святой Кодекс, в Танах, в Ветхий Завет, поскольку исчезла из мира пророчества. Вообще нужно заметить, что в этот период, примерно IV-V века до Новой Эры, во всем мире происходит переход от мистики к мудрости, от мистики к философии, от мистики к знаниям. В этот период начинают действовать древнегреческие философы, в этот период живет Конфуция, живет Будда. То есть в разных культурах и в разных местах в мире появляются учителя философии, учителя философских школ. Мудрость выходит на первый план, то есть то, что человек постигает своим умом, а не какая-то мистика, данная свыше от высшего источника. И можно поделить эпоху Танаев на две части. Эпоха, скажем, III-II веков до Новой Эры – это эпоха так называемых пар. Вы видите, голубым цветом написано «пары», и после них собственная эпоха Танаев, которая длится примерно до начала III века Новой Эры. Эта эпоха охватывает как эллинистический период, так и период еврейской независимости, Хосманеи или Ирод, так и непосредственно римскую власть и римский контроль над провинцией Иудея, позже Палестина. Еврейские источники говорят о передаче традиции следующим образом. Это трактат Авод из Талмуда. Моше, Моисей, принял Тору на Синае и передал ее Йошуа своему ученику. Йошуа передал Тору старейшинам, то есть старейшинам народа и старейшинам колен, старейшинам пророкам. Пророки передали ее великому собранию ученых. Вы видите, что заканчивается эпоха пророков и начинается эпоха ученых. Великое собрание или Акнесет Агдула – это орган самоуправления евреев, который возникает после возвращения из Вавилонского плена в Персидский период. В этом собрании было 120 ученых, и по названию этого собрания, Великое собрание Акнесет Агдула, сегодняшний израильский парламент называется Акнесет, и в нем тоже заседает 120 членов. Последние три, последние дали три указания. Последнее имеется в виду ученые Великого собрания. Судите без спешки, выводите в люди как можно больше учеников и возведите ограду вокруг Торы. Появляется система правосудия, основанная на логике и выкладках, и на судействе людей, а не на каком-то божественном вмешательстве. Мудрость и знание, и изучение Торы распространяется в народе, и поэтому выведите в люди как можно больше учеников. И возведите ограду вокруг Торы, в смысле сохраните Тору и сохраните еврейские знания, потому что мы сейчас находимся в конфликте с сильными, мощными и чуждыми нам цивилизациями, такими как римская или греческая. И это характеристика всего этого периода. Второй, первый век до Новой Эры и первый, второй век Новой Эры – это эпоха, когда формируется устная еврейская традиция, устная Тора, когда она записывается и когда она распространяется в народе и начинает массово изучаться. Кстати, мудрецы Великого Собрания постановили, что еврейский народ должен создать систему образования, которая охватывала бы все слои населения. И впервые, наверное, в мире создается система школ, если можно так сказать, на государственном финансировании, в которых учатся не только знатные и богатые дети, но образование дается всем. То есть, две тысячи лет назад уже еврейский народ был грамотным поголовно. Не только возможность читать и писать была у людей, но и возможность изучать святые тексты, то есть заниматься какой-то духовной и интеллектуальной деятельностью. Один из самых известных мудрецов Великого Собрания, и один из последних из них, его звали Шимон Праведник. Мы с вами упоминали Шимона Праведника в контексте Александра Македонского. Это тот самый мудрец, тот самый первосвященник, который выходит встречать Александра. Мы говорим с вами про 332 год до Новой Эры, и про него говорит Талмуд. Шимон Праведник был последним из ученых Великого Собрания. Он часто повторял, на трех основах стоит мир, на изучении Торы, на служении Богу и на добрых делах. И вы видите фотографию могилы Шимона Праведника сегодня в Иерусалиме, место паломничества и место поклонения религиозных евреев. После Шимона Праведника, это примерно, как мы уже сказали, конец 4 века до Новой Эры, еврейским народом управляют, или духовной жизнью еврейского народа управляют так называемые пары. В каждую эпоху, в каждом поколении в еврейском народе находятся люди, которые берут на себя роль духовных лидеров, и в каждом поколении таких людей двое, и они называются так называют, ну, их название – это пары. Шмая и Автальон приняли Тору от предыдущих поколений. Шмая говорил, люби труд, и пусть будет ненавистно тебе властвовать над людьми, и не становись приближенным к властям. Автальон говорил, мудрецы, будьте осторожны в своих высказываниях, ибо может случиться, что вас осудят и отправят в изгнание, где вы окажетесь посреди гнилого болота, станут пить из него ученики, которые придут туда вслед за вами и умрут, в результате чего имя Всевышнего будет осквернено. Понятно, что под гнилым болотом не подразумевается прям физически болото, а имеется в виду, если вы исказите свои пути, если вы исказите свое учение, и ваши ученики перенимут от вас искаженное учение, то это подобно тому, как вы пьете из гнилого болота, и весь народ пойдет неправильными путями, и имя Всевышнего будет осквернено. И эта эпоха пар, одна из них, это Шмай и Автальон, продолжается до двух мудрецов, которые тоже были парой, последней парой, и они же, можно считать их первыми Танаями, это легендарные Илель и Шамай. Илель и Шамай приняли Тору от них. Илель говорил, учись у Аарона, у брата Моисея, цени мир и стремись к миру, люби людей и приближай их к Торе. Он часто повторял, тот, кто заботится о том, чтобы имя его стало известным, останется вообще безымянным. Тот, кто не умножает свои знания, изучая Тору, лишится и тех знаний, которые у него были. Тот, кто ничему не учился, заслуживает смерти. Тот, кто пользуется короной Торы в неприглядных целях, сгинет. Он часто повторял, и это, наверное, самое известное из речения Илеля, «Если не я за себя, то кто за меня? Но если я только за себя, то чего я стою? И если не теперь, то когда?» Илель и Шамай были не просто двумя мудрецами, которые руководили народом, они были основателями двух школ, двух философских подходов, двух религиозных подходов. У каждого из них были сотни, а может быть и тысячи учеников. И ученики этих двух мудрецов называются Дом Илеля и Дом Шамая. Или Школа Илеля и Школа Шамая. И вот вы здесь, в одном из израильских городов, видите название улиц, которые расходятся в разные стороны. Бейт Илель, Дом Илеля и Бейт Шамай. Говорит Алмуд, что эти две школы спорили практически по всем вопросам, касающимся еврейского закона, и в общем и целом Школа Шамая стремилась к устрожению закона, а Школа Илеля стремилась к его облегчению. Но это довольно поверхностный взгляд на спор между этими мудрецами. Можно сказать немножко по-другому. Школа Шамая стремилась к идеалу, а Школа Илеля готова была идти на компромиссы. И поскольку Школа Шамая стремилась к идеалу, то ее постановления гораздо более бескомпромиссные, гораздо более жесткие, потому что они стараются не учитывать слабости человека, не учитывать его соблазны, а стремиться к такому закону, который был бы идеальным и подходил бы людям с очень серьезной дисциплиной и с очень серьезной ответственностью. Школа Илеля, понимая, что не все люди такие, и что если мы ставим перед людьми завышенную планку, то многие вообще отчаяются что-либо исполнять, готовы было идти на компромиссы, учитывать человеческую природу и облегчать еврейские законы каких-то спорных вопросов. «Три года, — говорит Талмуд, — дискутировала школа Шамая со школой Илеля. Эти говорили, закон соответствует нашему мнению, а эти говорили, закон соответствует нашему мнению. Раздался голос с небес, возгласивший и то, и другое, то есть и мнение Шамая, и мнение Илеля — слова живого Бога, но закон соответствует мнению школы Илеля. То есть и школа Шамая, в ее подходе есть рациональное зерно и истина, и в школе Илеля есть рациональное зерно и истина, но поскольку мы сегодня в нашем мире имеем дело с неидеальными людьми, то для нашего мира подходит больше школа Илеля, и это решение было принято как обязательное для всей дальнейшей еврейской истории, для всей дальнейшей еврейской традиции. В спорах между школой Шамая и школой Илеля еврейский народ принимал сторону Илеля и исполнял традиции в соответствии с этой школой. Говорят мудрецы, что когда придет Мессия, и Всевышний объявится в этом мире и станет понятно всем, как правильно жить, и в общем можно сказать, что дурное начало у человека будет очень сильно ослаблено, тогда мы будем вести себя по мнению школы Илеля, потому что это мнение соответствует более идеальной среде, более идеальному положению дел в мире. Но пока что до сегодняшнего дня мы живем по школе Илеля. Талмуд, который весь состоит из учеников школы Шамая, при этом очень уважительно относится к мнению школы Илеля и цитирует слова Шамая, Шамай говорил, пусть изучение Торы будет твоим постоянным занятием, говори мало, но делай много и принимай любого человека приветливо. Кстати, в Иерусалиме есть улица Шамая и улица Илеля. Они находятся в центре города, и это две параллельные улицы, которые не пересекаются друг с другом, так же, как и мнение этих мудрецов, не пересекались друг с другом, при этом они очень уважительно относились один к другому. Илель сам родился в Вавилоне и пришел в страну Израиля уже во взрослом возрасте, и талмудический трактат Сука говорит про него, «Сначала, когда была забыта Тора в Израиле, пришел Эзра из Вавилонии и восстановил ее. Когда же снова была забыта Тора, пришел Илель, вавилонец, и восстановил ее». То есть мы видим, что к Илелю отношение как к такому отцу еврейской традиции, который не дает Торе забыться и который распространяет ее в среде народа. Про Илеля написано очень много в Талмуде, не только его решения или какие-то постановления и законы, но и просто описывается его характер и его поведение. Вот вам один пример. Как-то один человек поспорил со своим приятелем на 400 зуз, то есть на 400 монет, что сумеет вывести Илеля из себя. Он пришел к Илелю незадолго до наступления субботы, и Илель был занят приготовлениями к приходу субботы. «Что тебе угодно, сын мой?» – спросил Илель. «Я прошу тебя ответить на мой вопрос». «Спрашивай», – сказал Илель, «почему головы уроженцев Вавилона неправильной формы?» – спросил человек. То есть он преднамеренно задает довольно идиотский вопрос, какой-то детский, который не соответствует уровню Илеля, стараясь тем самым Илеля вывести из себя. «Это хороший вопрос». И ответ на него такой. В Вавилоне не умеют правильно принимать роды. Посетитель сделал вид, что уходит, а через минуту он вновь постучался, и снова Илель вышел к нему спокойный. «Илель, у меня есть к тебе вопрос». «Спрашивай», – сказал Илель, «почему у жителей Тадмора слезятся глаза?» И это вопрос хороший. Эти люди живут в стране, где много песков и ветров, и ветер засыпает им песок в глаза. Посетитель через минуту предпринял еще одну попытку, и в третий раз Илель подошел к двери. «Ответь мне еще на один вопрос. Спрашивай, почему у жителей Африки широкие ступни?» В Африке много болот, отхождение по болотистой земле ступни становятся широкими. Посетитель, отчаявшись выиграть спор, воскликнул. «Это ты, Илель, возглавляющий Санедрин?» Я, – ответил Илель, – «да не родятся больше в Израиле, подобные тебе». «Почему, сын мой?» – спокойно спросил Илель. «Потому что из-за тебя я проиграл 400 зуз». И он рассказал Илелю о своем споре. Тогда Илель рассмеялся и сказал, «Если эта история научит тебя не заключать дурацкие споры, значит, деньги не пропали зря. Знай же, что ты скорее потеряешь дважды по 400 зуз, чем Илель потеряет терпение». То есть человек был очень положительно относившийся ко всем, очень приветливый, очень располагающий к себе и готовый отвечать даже на самые дурацкие вопросы. Есть знаменитый отрывок в Талмуде, как один и тот же человек приходит к Илелю и Шамаю и задает обоим одинаковый вопрос. «Расскажи мне про всю Тору, когда я стою на одной ноге». Шамай прогнал этого человека, а Илель сказал ему, «Все, что ненавидимо тебе, не делай другим. Вот вся Тора на одной ноге, все остальное дополнение, иди и учись». И это подход Илеля. Подход Илеля – понимать, что люди иногда задают глупые вопросы, что люди иногда нетерпеливы, и хотя, чтобы мы рассказали Тору, пока они стоят на одной ноге. И этот подход имел большой успех в народе, потому что он гораздо более человечный, если хотите, гораздо более приспособленный к несовершенному обществу, несовершенным людям. Если подводить итоги различий между Бейт-Шамаем и Бейт-Илеля, между домом Шамая и домом Илеля, то можно сказать следующее. Основная разница в подходе к миру заключалась в трех вопросах. Отношение к материальному и духовному. Подход Шамая говорил, что тело не важно, важен только дух, и поэтому спи на земле, пей воду, ешь черствый хлеб, и пусть твое время будет занято только изучением Торы. Отрекайся от этого мира, посвящай себя миру духовному. В отличие от этого, одна из историй про Илеля говорит о том, что когда он мылся перед субботой, его спрашивали, что ты делаешь? Он говорил, я исполняю заповедь. Какую заповедь, спрашивали его? Ведь ты же просто идешь в баню. Он говорил, да, мое тело – это сосуд божественной души, и я должен заботиться об этом сосуде, поэтому это тоже выполнение заповеди. То есть для него и купаться было заповедью, то есть он обращает внимание на материальный мир, он старается сделать так, чтобы человека окружала приятная обстановка, красивая домашняя утварь, чистота и эстетика для того, чтобы человек мог посвятить свое время духовному, поскольку материальная – это основа духовного. Отношение к другим народам – это второй вопрос, по какому есть спор между двумя школами. Шамай старался отгородить еврейский народ от чуждого влияния всеми силами, установить такие законы и такие правила, которые не позволяли бы евреям подвергаться чужому влиянию и контактировать с другими народами, а Илель вел активный диалог с правителями Рима и с римскими прокураторами, пытаясь найти какие-то точки соприкосновения с чужими культурами. И отношение к форме правления у этих двух мудрецов различалось. Шамай ратовал за нацию, централизованную, сплоченную вокруг храма с единым центром, а Илель действовал в сторону создания синагог и ешив по всему миру, для того, чтобы где бы еврей не был, у него в его жизни остались бы какие-то элементы иудаизма, чтобы центр еврейского мира был в синагоге и в ешиве в любом месте на глобусе, а не только в храме в Иерусалиме. Судя по всему, Илель уже предчувствовал, что народ будет рассеян и разбросан по миру, и для его сохранения необходимы вот такие центры изучения традиций, центры культурные и религиозные в любой общине мира. Талмуд говорит следующее. Илель-азакен, то есть Илель-старец, имел 80 учеников. 30 из них, подобно нашему учителю Моисею, были достойны, чтобы на них покоилась шхина, то есть божественное присутствие. 30, чтобы ради них остановилось солнце, как оно остановилось ради Йошуа бен Нуна. 20 были средних достоинств. Самым старших из них был Йонатан бен Узиэль, а самым младшим – Раббан Йоханан бен Закай, ставший его последним учениковым преемником. Из 80 главных учеников Илеля самым младшим и самым, так сказать, незаметным был Раббан Йоханан бен Закай, тот самый мудрец, который вышел из осажденного Иерусалима, сохранил еврейскую традицию, попросил у будущего императора явно с мудрецами и был величайшим учителем своего поколения. То есть Талмуд говорит, что даже последний из учеников Илеля был величайшим человеком в своем поколении, благодаря которому у нас, собственно, есть сегодня сохранился иудаизм. Вот такой мудрец, вот такие были его ученики, и эти мудрецы жили в первом веке новой эры. Мы с вами уже говорили про этот период. В 70-м году римляне разрушают храм, проходит 60 с лишним лет, и евреи поднимают еще одно восстание против Рима, восстание Баркохбы, которое тоже заканчивается поражением. И вот со всем этим миром мудрецов, учеников Илеля и Шамая, что стало после этих двух восстаний? Этот мир поредел очень сильно, потому что мудрецы, многие, принимали участие в восстаниях и были убиты, и погибли, и погибли их ученики. И это было тяжелым ударом, даже двумя ударами, один в первом веке, один во втором веке, для еврейского народа. Особенно это касается восстания Баркохбы. Величайший мудрец еврейского народа, раби Акива поддержал это восстание. И после восстания римская власть издает антиеврейские законы и жестоко наказывает восставших, и в частности поддерживавших восстание мудрецов. Давайте прочитаем талмудический текст, который описывает вот эту смерть мудрецов, падение учености в народе. И Талмуд говорит так. Согласно преданию, как-то раз римский император Адриан решил прочитать Пятикнижие. Когда он дошел до слов, тот, кто похитит человека и продаст его, смерти предан будет, то вспомнил, что ранее рассказывалось о том, как десять сыновей Якова продали своего брата Иосефа в рабство и не были наказаны за это. Несмотря на то, что потомки не могут быть наказаны за своих предков, и несмотря на то, что с момента продажи прошло к тому времени уже около двух тысяч лет, император решил, что десять еврейских мудрецов должны искупить это старинное преступление. Среди осужденных на гибель мудрецов был первосвященник иерусалимского храба Раби Ишмаэль бен Илиша, который умел произносить непроизносимое имя Всевышнего, тетраграмматон. По просьбе своих товарищей он воспользовался этим именем и поднялся в духовные миры, где ему сообщили, что мученическая смерть десяти мудрецов предопределена свыше. Раби Акиву, одного из десяти мудрецов, терзали во время казни железными гребнями. Он умер, произнеся слова Торы, «Бог верен, не совершает беззакония, он справедлив и праведен». Раби Ханина бен Тордеон был арестован римскими властями, когда он обучал Торе. Император приказал сжечь его, завернув свиток Торы. «Что ты видишь?» – спросили его ученики. «Пергамент сгорает, а буквы улетают в небеса», – ответил он и заплакал. «Почему ты плачешь?» – спросили его. «Я плачу о том, что святая Тора сгорает вместе со мной». Услышал палач его слова и спросил. «Раби, если я сокращу твои страдания, то удостоюсь ли я будущего мира?» «Да», – ответил Раби Ханина. «Увеличил палач огонь, умер Раби Ханина, и палач бросился в огонь и тоже сгорел». Раби Иуда бен Бава должен был быть казнен перед наступлением субботы. Он просил палача немного подождать, чтобы успеть выполнить при жизни еще одну заповедь Бога осветить наступающую субботу. Его жизнь оборвалась, когда он произносил последние слова молитвы. «Раби Иуда бен Дама должен был быть казнен на казну Нешавуота, праздник одарования Торы». Спросил его император, «Что ты получишь за свою Тору?» «Вознаграждение для праведных скрыто в будущем мире», – ответил ему Раби Иуда. «Нет на свете больше таких глупцов, как вы, которые верят в будущий мир», – сказал император. «Нет на свете больше таких глупцов, как вы, которые отвергают Бога жизни. Вы увидите еще среди нас божественного света, еще нас среди божественного света, а сами попадете на последнюю ступень ада», – отозвался Раби Иуда. Услышав это, император пришел в ярость приказал привязать его за волосы к хвосту лошади и так таскать по улицам Рима, а потом разрезать его тело на кусочки. Раби Акива предстал перед судом Тунусу Руфусом, злодеем. Настало время чтения Шма. Начал читать Шма и засмеялся. Сказал ему, «Старец, глух ты или не ощущаешь страданий?» Ответил ему, «Не глух я и ощущаю страдания. Но все дни жизни читал я этот стих, печалился и говорил, «Когда доведется мне исполнить три вещи? Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем достоянием творим. Молился я всем сердцем моим и молился всем достоянием своим и всей душой моей и не мог быть уверенным в этом. А сейчас, когда пришел час осуществить всею душою моей и наступило время чтения Шма, не направлю я все сознание свое на это. Вот поэтому я читаю и смеюсь. Он еще не успел договорить, отлетела душа его». Этот отрывок, «Траурная легия о смерти мудрецов» читается в Йом-Кипур во время дневной молитвы. Мы говорим о последствиях восстания Баркохбы. Мы говорим о том, что римские власти запрещают изучать Тору, посвящать в сан новых раввинов, делать обрезания, праздновать праздники и так далее. Мы говорим про очень тяжелый период, когда есть ощущение, что иудаизм не выживет. Таких преследований и еврейский народ останется без учености, без знаний, без понимания Торы, без учителей и без учеников. И вот мы с вами переходим, собственно, к самому главному концу эпохи Танаев, эпохи вот этих мудрецов. Вы видите вверху этой таблицы Илеля и Шамая. Шамай стоит особняком, потому что его ученики не фигурируют среди мудрецов Талмуда. Мудрецы Талмуда – это мудрецы школы Илеля. А у Илеля, как вы видите, очень много учеников. Один из них прямо под Илелем – это Раби Йоханан бен Закай, тот самый, который вышел из осажденного Иерусалима. И у него огромное количество учеников. Раби Йоси, Раби Лиезе, Раби Ошуа, Раби Лазар. Следующее поколение – Раби Элиша, Раби Акива, тот самый Раби Ишмаэль бен Элиша, который первосвященник, Раби Тарфон. И далее – Раби Мир, Раби Уда, Раби Йоси, Раби Шимон Бар Йохай. Вы видите имена людей, которые, в общем, как родные для любого человека, который изучающего Талмуд, потому что их споры, их мнение, их творчество – это основа Талмуда. В верхней строке этой схемы Илели Шамай, а в самой нижней строке посередине Раби Йоуда Анаси – человек, который завершает собой эпоху Танаев. И мы скоро перейдем к его личности тоже. Вы видите прямую цепочку передачи традиций. От Илеля, его сыну, Раби Шимону бен Илелю, от него, внуку Илеля, Рабану Гамлелю, старшему, далее его сыну, Раби Шимону, далее его сыну, Рабану Гамлелю. Вы видите, что имена в этой семье повторяются из поколения в поколение. Далее Раби Шимону бен Гамлелю Зуши, которую мы упоминали на прошлом уроке, и далее Раби Йоуда Анаси. То есть Раби Йоуда Анаси был потомком Илеля и учеником его потомков и учеников. То есть мы видим прямую цепочку передачи еврейской традиции от основателя эпохи Танаев до ее завершения. Нужно объяснить, что вы видите на экране, во-первых, а во-вторых, нужно объяснить, чем занимались все эти мудрецы. История такова. Если человек читает письменную Тору и он настроен очень серьезно исполнить то, что в ней написано, то у него нету такой возможности. Потому что письменная Тора, которая упоминает различные заповеди, не объясняет, как эти заповеди соблюдать. Если я хочу исполнить заповедь, написанную в письменной Торе, у меня практически во многих случаях нету такой возможности. Я просто не знаю, как это делать. Самый яркий пример это несовершение никакой работы в день субботний. Кто-то должен объяснить, что имеется в виду под словом работа. Или, например, семь дней сидите в шалашах. Праздник Суккот. Непонятно, что такое шалаш. Непонятно, можно ли стоять или лежать в шалаше или выходить из него. Практически все заповеди Торы, они даны пунктиром. Они даны очень-очень кратко. Почему? Потому что параллельно с письменной Торой еврейский народ на горе Синай получает устные объяснения и комментарии, как эту Тору исполнять. Без этих устных объяснений Тору исполнить физически невозможно. Наверное, самый интересный закон, который подтверждает наличие устной традиции, это закон о кошерном забое скота. В письменной Торе написано, если ты хочешь поесть мясо, то зарежь животное, как я повелел тебе. Но при этом нигде в письменной Торе не написано, как же он повелел зарезать животное. И это наводит нас на мысль, что Моисей, который сидит на горе Синай 40 дней и ночей, приходит к народу с устными объяснениями, как исполнить письменную Тору. И это он говорит народу открытым текстом. Я пришел к вам, говорит он после горы Синай, чтобы обучить вас законам и повелениям. Если все законы и повеления написаны в письменной Торе, то нечему обучать. Дай людям Тору, они будут ее читать и исполняют то, что написано. Если Моисей говорит, я должен обучить вас законам, значит были какие-то устные комментарии, устная информация, как эти законы исполнять. И поэтому в еврейском народе существует очень сильное убеждение вера, практически одна из основ еврейской традиции, что вместе с письменной была дана устная Тора, которая объясняет, как исполнять письменную. Если хотите, соотношение между письменной и устной Торой, похоже на соотношение между у меня вылетело русское слово, как называется записи, которые делает ученик на лекции конспект. Это соотношение между конспектом и лекцией. Письменная Тора это конспект, это краткое, иногда непонятное содержание длинной длинной лекции, устной лекции, которую слышат Моисей на горе Синайм, и эта лекция и есть устная Тора. И если я ученик, который не был на лекции, и мне только передали конспект, я не всегда могу понять, что имел в виду лектор. Для того, чтобы понять на 100%, мне нужно прослушать лекцию. То же самое и с еврейской традицией. Многие люди говорят, я прочитаю Тору и пойму, что такое иудаизм. Но он прочитает только конспект, и очень многих аспектов он не поймет. Для того, чтобы понять иудаизм, нужно познакомиться с устной Торой. Устную Тору нельзя было записывать, она должна была быть устной. Почему? Для того, чтобы адаптировать письменную к современности. Когда мы задаемся вопросом, как передать традицию следующему поколению, у нас обычно есть два варианта. Один вариант, давайте запишем всю нашу традицию в письменный текст, объявим эту книгу святой, распространим копии в каждой семье, и пусть каждая семья соблюдает то, что в ней написано. Таким образом, моя традиция никогда не забудется, потому что огромное количество копий этой книги разбросано по всему народу, и поскольку эта книга святая, изменять ее нельзя. Моя традиция не забудется, моя традиция не исказится. Но какая проблема есть с таким подходом? Мир меняется, а мой текст не меняется, и пройдет пятьсот тысяч и две тысячи лет, и мой текст перестанет быть актуальным, перестанет отвечать на запросы общества, перестанет быть адекватным действительностью. Это один подход. Второй подход передать традицию, давайте мы будем передавать ее устно, и тогда наша традиция будет меняться, потому что, вы понимаете, устная традиция, передаваясь из поколения в поколение, она немножко меняется, корректируется, но при этом опасность заключается в том, что она или полностью забудется, или полностью исказится, и поэтому Всевышний дает еврейскому народу традицию сразу в двух вариантах. В центре нашей традиции находится неизменяемый текст Торы, который, вы знаете, этот закон, если нашли во время чтения Торы в синагоге ошибку, то эту книгу дальше читать нельзя, это уже не Тора, даже если одна буква изменена, это уже не тот текст, который получил Моисей. Это центр еврейской традиции, а вокруг этого центра устные комментарии, объяснения, дополнения, которые меняются от времени ко времени, которые адаптируют письменный текст к действительности. Если хотите, такая система внутри твердое ядро, а вокруг мягкая оболочка, очень часто встречается и в природе тоже. Если вы посмотрите на этот персик, вы увидите, что косточка охраняет плоть ткани персика от расползания и от смерти, но при этом и оболочка персика сохраняет кость от трещин и от ударов. Или допустим скелет человека. У нас тоже внутри жесткий каркас, а снаружи мягкой оболочки одно помогает другому. Также построена еврейская традиция. Внутри письменный текст неменяемый, а вокруг него масса устных комментариев, которые адаптируют его к современности. так было полторы тысячи лет. Но мы с вами во втором веке новой эры. Два неудачных восстания, антиеврейские законы, масса мудрецов погибла, масса учеников погибла, и есть опасность, что все эти устные комментарии забудутся, и тогда мы не будем знать, как исполнять тору, как праздновать суккот, как праздновать шаббат, как кошерно резать, и так далее, и тому подобное. И самое страшное, что записывать устную тору нельзя, поскольку она должна быть устной, чтобы быть живой, чтобы быть динамичной, чтобы меняться со временем. И вот Раби Иуданаси, мудрец, который рождается примерно во время восстания Барковбы и живет во второй половине второго века, он говорит, я стою перед выбором, или я соблюдаю этот закон, не записываю устную тору, и тогда масса законов забывается, и народ массово, многократно нарушает много законов, или я нарушу закон, запишу устную традицию, и тогда только я нарушу закон, а все остальные, все остальные законы будут соблюдать. И он говорит, поскольку я лидер этого поколения, я беру на себя такую ответственность. Рабио Данаси записывает впервые в еврейской истории устную тору, устные законы. Он для этого проделывает совершенно фантастическую работу. Он работает 20 с лишним лет, собирая по крохам информацию от оставшихся мудрецов, от оставшихся учеников. Все, что они знают, все законы, все правила, он собирает вместе, сводит это в одну книгу, редактирует эту книгу и называет эту книгу Мишна. Слово Мишна в переводе с иврита означает повторение учения. То есть Мишна это по сути записанная устная традиция еврейского народа, сделанная, записанная во втором веке новой эры раби еудой а наси. Наси означает, кстати, президент. Он был лидером народа не только духовным, но и политическим. И у него получается следующая структура. У него в книге шесть разделов. Каждый раздел посвящен какой-то другой области еврейского закона. Вы видите, я иду слева направо, раздел Зраим посевы, который касается или объясняет законы земледелия. Раздел Моэд праздники законы субботы и праздника. Раздел Нашим женщины правила семейной жизни. Раздел Незикин ущербы гражданское и уголовное право. Раздел Кодашим святыни это заповеди храмовой службы. И раздел Тегород чистые законы ритуальной чистоты и не чистоты. Кстати, два последних раздела храмовая служба и ритуальная чистота на сегодняшний день не актуальны, поскольку у нас нет храма. Они исполняются только, когда есть храм. Он собирает все знания о устном еврейском законе и делит их на шесть разделов. Каждый такой раздел он делит на так называемые трактаты. Вот давайте возьмем раздел праздники, второй слева. В этом разделе есть трактат Шаббат, который объясняет законы Шаббата, трактат Псахим, законы Песаха, трактат Йома, законы Йом Кипура, Сука, Сукот, Роша Шана, соответственно, Роша Шана, Мегила, это Мегила Тестер, Пурим, и так далее, и тому подобное. И в каждом таком разделе у него примерно в среднем по 10 трактатов, всего трактатов 63. Эта книга Рабию Ден-Си Мишна, и из этой книги вытекает в дальнейшем весь еврейский закон и вся еврейская религия. Можно сказать, и ученые подходят к этому вопросу именно так, что с этого момента иудаизм меняется полностью. Если раньше иудаизм концентрировался вокруг храма, и вокруг храмовой службы, и вокруг священников коинов, то с этого момента иудаизм концентрируется вокруг раввинов и вокруг книг. И это, можно сказать, начало раввинистического иудаизма. Раби Уда Наси создает вот эту книгу, и на этом заканчивается эпоха Танаев. Все мудрецы, упомянутые в Мишне, они и есть Танаи, поскольку они жили до составления этой книги, до ее редакции. Все, кто будут жить позже, будут называться по-другому, но об этом мы с вами поговорим на следующем занятии. Давайте посмотрим вот на эту структуру. Вы видите, это, в общем, краткая структура еврейского книжного шкафа. Вы видите сверху Танах Тора, Невиим, Ктувим, Тора, Пятикнижие, Тора, пророки и Писания. А следующая крупная строчка, крупный заголовок, это Мишна, разделенная на шесть разделов. И из Мишны, обратите внимание, выходит вся дальнейшая еврейская литература. И Талмуд, и аллахическая религиозная законодательная литература, и книга в самом низу Шурхана Рух, самая последняя, важная, главная законодательная книга евреев, в которой евреи живет до сегодняшнего дня. То есть книга Мишна была написана в самый судьбоносный период еврейской духовной жизни, когда казалось еще чуть-чуть, и евреи потеряют и забудут иудаизм, и раби иуда наси делают эту революцию, я вполне уверен, что это революция, делает эту революцию, берет на себя ответственность нарушить запрет и сохраняет еврейскую традицию для следующих поколений. Где это все происходит? Поскольку центр страны и район Иерусалима разрушен после восстания Барковбы, мы уже с вами про это говорили, центр духовной жизни евреев перемещается на север, мудрецы уходят на север, и раби иуда наси живет и действует на севере в небольшом городке, который называется Бейчарим, под Хайфой сегодня. Вы видите с правой стороны вот здесь темное пятно большое, это Хайфа, Средиземное море, вы видите Хайфский залив, да, вот красный квадратик показывает, какой район Израиля мы смотрим, и вот здесь чуть юго-восточнее Хайфы находится городок Бейчарим, в котором живет и действует раби иуда наси. Человек этот упоминается у своих в источниках того периода, как человек, воплощавший в себе все лучшие черты. Он, с одной стороны, был великим мудрецом, с другой стороны, он был великим дипломатом, он был знатоком иврита и торы, он был богатым человеком, собственно, городок Бейчарим это его вотчина, он имел прекрасное отношение с Римом, и это очень важный момент, после того, как Рим отменяет антиеврейские законы, нужно как-то продолжать жить, нужно как-то поддерживать еврейскую жизнь, и для этого нужны контакты с римскими властями, нужно позаботиться о том, чтобы римляне и евреев больше не преследовали, чтобы не было больше таких страшных катаклизмов, как были в прошлом поколении, и поэтому Рабио-Данаси поддерживает очень близкие отношения, дружественные, даже я бы сказал, с римской властью, и в его эпоху народ живет в мире и спокойствии, так необходимым для того, чтобы восстановиться после страшных катаклизмов и для того, чтобы заняться вот этой духовной деятельностью по составлению книги Мишна и по сохранению еврейской традиции. Сегодня в Бей-Чарим национальный парк. Я хочу взять вас на небольшую виртуальную экскурсию в этот национальный парк. Кстати, городок Бей-Чарим был несколько лет назад объявлен ЮНЕСКО как объект всемирного значения, то есть ЮНЕСКО ООН решила, что это место важно для всей человеческой цивилизации, и мы с вами сейчас в это место прогуляемся. Национальный парк выглядит вот так. Вы видите с правой стороны лужайки и аллеи. Очень красиво, очень живописно. Туда приезжают пары перед свадьбой фотографироваться для свадебного альбома. А с левой стороны вы видите склон горы, который весь как швейцарский сыр изрезан огромными пещерами. В этом месте собственно городок находится на этой горе. Городок за пределами фотографии, мы его не видим. В этом месте породы горные очень мягкие, похоже на мел, их очень легко рубить. И поскольку Руби Иуда Наси жил в этом месте и приказал себя похоронить в этом месте, возле его могилы начинает создаваться огромное еврейское кладбище мирового масштаба, мирового значения. Туда приезжают хоронить своих умерших евреев не только со всей страны Израиля, но и со всего Ближнего Востока, из Вавилона, из Греции, из Египта, из современной Турции, из Сирии и так далее и тому подобное. И в этих пещерах, а там их более 20, найдено было в 20 веке огромное количество саркофагов, надписей, имен, еврейских символов, например, минора и тому подобное. просто потрясающий подземный некрополь, город мертвых, который сформировался из-за вот этого человека, Рабио-де-Наси, который был похоронен там. Кстати, я упомянул это, но я все равно скажу, Рабио-де-Наси был фанатом еврита, и поэтому, несмотря на то, что разговорным языком народа в тот момент был арамейский язык, семитский язык, близкий к евриту, он написал свою книгу Мишна на еврите, и до сегодняшнего дня язык Мишны считается эталоном правильного еврита. До такой степени человек любил еврит, что даже его служанка обучала других мудрецов евритским словам, которых они не знали. Так говорит Талмуд. И вот можно побродить по этому городку сегодня, там раскопаны ворота города, раскопана древняя синагога, и, как я уже сказал, у подножия этого холма находятся огромные пещеры. Пещеры представляют собой анфиладу комнат. Переходя из одной в другую, вы попадаете в огромное количество помещений, и все это уставлено каменными саркофагами. Вот вы видите, мальчик с мамой заходят сейчас в такую пещеру, и справа и слева от них вы видите каменные саркофаги, в которых похоронены были люди. На многих саркофагах какие-то изображения или надписи, по которым мы можем понять, кто был похоронен в этом кладбище. Вот один из видов одной из таких пещер, вы видите огромный коридор, уходящий куда-то туда в темноту вдаль, вправо и влево от этого коридора отходят комнаты, и все заставлено саркофагами. Кстати, когда археологи их нашли, они все были уже вскрыты, взломаны, потому что потрудились грабители, потрудились охотники за какими-то драгоценностями, так что остатков людей практически в этом месте найдено не было. Вот еще одна фотография подобного типа. Некоторые усопшие, судя по всему, были люди довольно зажиточные, богатые, и могли себе позволить даже отдельную комнату выбить в этом подземном городе, и посредине для комнаты водрузить свой саркофаг. Вы видите изображение животных, на нем орел, бык. Изображение миноры свидетельствует о том, кроме имен, конечно же, на саркофагах, свидетельствует о том, что это кладбище еврейское, и изображение миноры было найдено несколько в этом подземном городе, и вы видите, сегодня можно туда прийти с экскурсии, вот какие-то дети гуляют по этому подземному городу, довольно интересно одна из пещер, так оформлены обычно входы в пещеры, одна из пещер довольно странная, в ней единственное место в этом подземном городе, где были найдены две могилы в земле, а не в саркофаге, и на стенах этой пещеры были найдены четыре надписи, вот вход в пещеру, детки туда заглядывают, и скоро наверняка туда зайдут, вот вы видите схему этой пещеры, вот внешняя площадь, вот здесь вход, вот здесь дети стоят, там, где я сейчас показываю мышкой, вот они смотрят сюда в этот вход, когда вы заходите в эту пещеру, у вас на этой стене есть надпись маленький или младший Ханина, на этой стене в углу есть надпись Раби Шимон, на этой надпись Зо Шель Раби Гамлиэль, это Раби Гамлиэля, Шимон и Гамлиэль, Шимон и Гамлиэль это два сына Раби Иуды Анаси, а Ханина это его ближайший ученик, то есть на стенах пещеры написаны имена трех ближайших к нему людей. В Талмуде сохранилось завещание Раби Удэ Анаси он завещал похоронить себя вместе со своей женой в земле и водрузить над его могилой место, куда будут приходить ученики и изучать его книгу. И когда мы смотрим с вами на этот вход в пещеру, если поднять взгляд чуть выше, мы увидим там такие типа каменные сидения, каменные ряды для того, чтобы люди могли сидеть и изучать там Тору. И в конце этой пещеры вот, кстати, одна из надписей на иврите и на греческом. Первая строчка на иврите, вторая строчка на греческом. И поскольку греческие и русские алфавиты в чем-то похожи, мы можем даже разобрать, что здесь написано Раби Гамали Эль, Раби Гамли Эль, один из сыновей Раби Иуды. И если пройти в самый конец, вот в эту арку, в этой пещере выйти в последнее помещение, мы найдем там за каменным парапетом две могилы в земле. И когда мы вспоминаем завещание Раби Иуды Наси, похоронить его в его городе Бейчарим вместе с его женой в земле и учредить место для изучения Торы над его могилой, и мы находим на стенах этой пещеры имена трех ближайших к нему людей, то практически не остается сомнений, что это могила Раби Иуды Наси, это действительно то, что написано, когда вы приближаетесь к этому месту сегодня. Раби Иуды Наси умирает в 220 году Новой Эры, заканчивая собой эпоху Танаев, завершив редактирование и запись устной Торы еврейского народа, и тем самым, во-первых, спасая еврейскую традицию от забвения, а во-вторых, открывая новую страницу еврейской истории, талмудический иудаизм рождается примерно в это время, и далее мы с вами будем говорить о том, что стало с книгой Раби Иуды Наси Мишна, во что она трансформировалась, во что она превратилась, как это выглядит сегодня, о дальнейшей духовной истории еврейского народа, о творчестве евреев в 3-м, 4-м, 5-м веках новой эры, в 6-м, мы с вами поговорим, мы переходим на следующем нашем занятии к талмудическому периоду еврейской истории. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!